Добрый вечер! В эфире специальный выпуск «Большой игры». Мы редко задумываемся о том, насколько хрупко человечество. В течение веков эпидемии, пандемии, стихийные бедствия уносили жизни десятков миллионов человек. Мы вспоминаем об этом, когда очередная пандемия поражает земной шар, как COVID-19, который унес жизни уже более 6 миллионов человек, или СПИД, от которого умерло уже 36 миллионов человек. И при этом есть люди на планете Земля, которые думают о том, как сделать вирус еще более смертоносным. Современный писатель Дмитрий Сафонов очень точно заметил, что вирус – это штука пострашнее водородной бомбы, а применение его все равно, что стучать по взрывателю молотком, надеясь при этом уцелеть. И при этом действительно в Соединенных Штатах Америки есть программа развития биолабораторий, лабораторий, где именно этим и занимаются. Они выращивают новые и новые средства убийства человечества. Биологическое оружие лаборатории дьявола. Фильм, который сделал Антон Красовский. Антон, почему такое название? Ну, название для привлечения внимания, безусловно. Но, с другой стороны, вы абсолютно правильно сказали, что существует огромная организация, организация под ведомственную Пентагону, которая по всему миру, и мы это неоднократно обсуждали и в этой студии в том числе, разрабатывает биологическое оружие. И мы понимаем, что этот факт доказан. Более 300 лабораторий по всей планете, подчиняясь, повторяю, Пентагону, разрабатывают разнообразные вирусы, а рассчитанные на конкретные кусочки популяции. Вирусы, которые рассчитаны на жителей Центральной Африки, вирусы, рассчитанные на жителей Индостана, вирусы, которые рассчитаны на нас. И мы увидели это, когда наши войска начали освобождать территорию современной Украины. Мы увидели все эти лаборатории, увидели эти договоры с Пентагоном, и увидели, в конце концов, и эти штаммы вирусов, которые мы не ожидали увидеть. Вирусов вроде бы обычных, но необычных для Украины. И совершенно непонятно, зачем там находящихся. А вирусы чуть-чуть модифицированы. И, естественно, каждый нормальный человек задумывается, а зачем, например, на Украине, или в Грузии, или в Армении находятся Пентагоновские биолаборатории. И особенно в таком количестве. Для чего все эти лаборатории находятся вокруг России? Ну, в общем, по-моему, ответ очевиден. Ирина Анатольевна, в титрах фильма вы обозначены как автор идеи. Что это была за идея, в связи с чем она возникла, и как, вы считаете, она была воплощена в жизни? Действительно, для того, чтобы рассказать об истории современных лабораторий, на мой взгляд, очень важно понять и предысторию вопроса. Потому что у каждого государства есть свой набор нравственных ценностей, и своя логика в политике. И если проследить в прошлом, в историческом прочтении, как себя вели Соединенные Штаты, Япония, то становится многое понятно из того, почему они сегодня себя ведут так или иначе. И я благодарна Антону и всей творческой группе, что мою идею и предложение о том, чтобы соединить настоящее и прошлое через понимание того, что такое бактериологическое оружие, что такое отряд 731-100, который создавал японцами, и там производилось бактериологическое оружие, оно испытывалось на живых людях. И бенефициарам, выгодоприобретателям тогда стали Соединенные Штаты. Они предоставили иммунитет японским преступникам и получили все эти исследования, равно как они получили все исследования, которые проводила фашистская Германия. И лаборатория Дьявола – это, собственно говоря, название, которое было дано лабораториям отряда 731. И Сейсира – это известный палач, хотя и врач по образованию – это тот человек, который был идеологом всех тех бесчеловечных опытов и исследований. Но для нас что важно сегодня? На самом деле мало кто знает о том, что вообще-то, ну вы-то точно знаете, что Евгеника родилась не в голове Гитлера, она родилась в Соединенных Штатах. И там были созданы первые институты, которые были заточены на то, чтобы определить, кто имеет право на жизнь, а кто нет. И законы, что вообще чудовищно, законы, которые вообще принуждали к тому, чтобы этих людей просто уничтожали, они не имели права на продолжение рода, принудительная стерилизация – это именно то, что было в Соединенных Штатах. Они сегодня об этом умалчивают, но именно фонд Рокфеллеров был главным финансовым источником вообще идеологии Евгеники. И если проследить, как преобразовывались институты, которые создавались именно под уничтожение, именно под определение тех, кто не имеет права на жизнь, все эти институты сохранились, просто они приобрели более благозвучное название. И сейчас они называются так очень, знаете, высокопарно, как управление демографией, планирование семьи и так далее. Но суть не изменилась. И тогда, и сегодня все исследования, которые проводят Соединенные Штаты, направлены только на одно – найти способ максимально дешевый, максимально скрытный, максимально эффективный на регулирование численности населения на планете Земля. Регулирование не с точки зрения повышения рождаемости, а с точки зрения легкого, простого, и хочу подчеркнуть скрытого уничтожения, потому что биологическое оружие, как оружие массового поражения, обладает каким преимуществом в руках этих преступников. Непонятно точка, откуда наносится удар, непонятно время нанесения удара, способ нанесения. И когда возникает вспышка эпидемии или пизоотии, то любое государство, весь экономический потенциал, политический, организационный, бросает на ликвидацию последствий. И фактически страна ввергается в хаос и в другую повестку жизни. И тогда недовыяснение, кто нанес удар. Речь идет о спасении населения. Это очень опасная история. Для нас, лаборатории в Украине, спасибо Министерству обороны, Российской Федерации, нашим военнослужащим, они сбросили ширму и завесу тайны с этих лабораторий. Об этой страшной, но совершенно реальной истории мы пригласили поговорить и тех, кто участвовал в съемках этого фильма здесь, в нашей стране, за этот стол, и на телевизионные мосты участников из Соединенных Штатов Америки. Но обсуждать мы фильм будем после того, как мы вместе посмотрим биологическое оружие «Лаборатория дьявола». «Лаборатория дьявола» Конго угрожает новая вспышка лихорадки Эбола. Загадочное заболевание печени выявлено в Европе. Смертельная вспышка холеры на Гаисе. Инфицирование оспы обезьян в ряде европейских стран. Это происходит в наше время, когда есть и вакцины, и современные лекарства. И все это на фоне новых устрашающих фактов о секретных лабораториях Пентагона. Это вполне логичное продолжение военных преступлений от фашистов времен Гитлера и японского отряда 731 к уже современным нацистам. Поводом для создания отряда 731 стало подписание Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств на конференции в 1925 году. Да, именно это стало импульсом. Ознакомился с этим протоколом и Сира Исии, будущий командир отряда 731. Это навело его на размышления. Неужели бактериологическое и биологическое оружие такие мощные, что крупнейшие страны собрались для заключения протокола о его запрете? Тогда почему бы нам не воспользоваться им? Так все и началось. В течение двух лет до 1927 года он ездил по разным странам и посещал их бактериологические лаборатории. Подробно изучив наработки и нынешнее состояние дел в области бактериологии и биологического оружия, он вернулся в Японию. Окончательным и необратимым шагом стала передача этой информации высшим чинам военных. Первоначально они колебались. Эта идея вызывала много вопросов. Но Сира Исии убедил их, что это необходимый шаг для возрождения могущества Японии. В 1933 году был создан отряд 731. По документам он носил такое достаточно простое название. Это было управление по водоснабжению и профилактике Квантунской армии. Но за таким названием скрывалась целая сеть биологических лабораторий. Располагались они в 20 километрах южнее города Харбин. Это главный город Манчжурия. Этот военный городок включал в себя электростанцию, небольшую железную дорогу. Это была целая сеть казарм, как я уже сказал, биологических лабораторий. Там даже был синтеистский храм. Япония – страна со скудными ресурсами. Железа в ней не так много. Поэтому потенциал производства огнестрельного оружия ограничен. Войну так не выиграть. Другое дело – биологическое оружие. Его легко и довольно дешево производить. Нужно просто вырастить бактерии. Единственное исследование, которое необходимо проводить в таком случае – исследование микроорганизмов. И потом, такое оружие весьма смертоносно, и его легко транспортировать и прятать, что тоже является преимуществом перед традиционным вооружением. Большая часть членов 731-го отряда – это были военные медики, ученые с хорошим образованием. И их задача была проводить эксперименты над людьми и заниматься разработкой биологического оружия. А кроме разработки биологического оружия, члены отряда 731 также занимались экспериментами, выявляющими особенности функционирования организма в экстремальных условиях. То есть подопытных людей либо замораживали, либо подвергали воздействию высоких температур. И все бесстрастно фиксировали на фотопленку, на кинокамеру и вели подробные записи, часть которых впоследствии попала в руки следственных органов, и, собственно, благодаря которым весь мир узнал о тех чудовищных преступлениях, которые творили члены отряда 731. Людей, которых использовали в этих экспериментах, называли бревнами, потому что официально страшная деятельность лаборатории не разглашалась. Но расходный материал надо было как-то обозначать в документах. Вопросы, которые ставили исследователи, связаны с выносливостью и адаптацией организма человека. Что будет, если неделю не кормить человека ничем питательным и давать ему только воду? Что будет, если неделю вообще ничего не давать? Насколько быстро может адаптироваться организм человека к новым условиям? Еще были ужасные эксперименты с переливанием крови. С точки зрения военной медицины, это более чем актуальная проблема. Можно ли перелить солдату на передовой кровь лошади, и что будет с ним, если сделать это? Это были разнообразные эксперименты. В первую очередь, конечно, это были эксперименты по заражению человека разного рода заболеваниями. Это и сыпной тиф, это сибирская язва, это туберкулез, и многие-многие другие заболевания. То есть членам 731-го отряда, наверное, пришлось переступить через нечто человеческое, чтобы проводить эксперименты над людьми. 731-й отряд – это вообще чудовищное зло. И я когда читала протоколы, описывающие, каким образом проводились опыты над людьми, я смотрела интервью японцев, которые уже будучи в преклонном возрасте, которые работали в этих отрядах, как они это описали. Самое интересное, что у них до сих пор нет угрызений совести. Это такой интересный момент. И ведь японцы проводили эти исследования на основании решения, которое было на государственном уровне, на уровне императора. Они первоначально, когда создали этот отряд, ИСИА-СИР, это такой фанат, бесчеловечный фанат, издевательств над людьми. Это доктор Менгель японский. Ну, это не просто опыты над людьми. Там речь всё-таки шла о том, как высоко технологично, массово производить бактериологическое оружие. Проводились исследования, испытания по поводу того, каким образом его доставлять, когда оно будет обладать наибольшим эффектом поражения. И, собственно говоря, это не просто издевательство над человеком в индивидуальном плане. Это разработки, которые были направлены на то, чтобы найти средства уничтожения массовые. Точное число жертв отряда 731 доподлинно неизвестно. По некоторым оценкам, их количество достигает десятков тысяч. Чаще всего ими становились китайцы, но иногда и русские. У этих несчастных не было ни имён, ни судеб, только номера. Подопытным вырезали органы из живого тела, отрезали руки и ноги, пришивали вновь, ошпаривали кипятком, травили газом, били током, вводили в желудки гниющие куски ткани. Из любопытства японские учёные легко могли препарировать беременную женщину, которую насильно заражали холерой или сифилисом, чтобы посмотреть, как болезнь повлияла на плод внутри чрева. Они забирали детей у матерей для очередного зверского эксперимента. Японцы не щадили никого. Отряд 731 совершил множество ужасающих преступлений, от которых слёзы наворачиваются на глаза. Август 45-го. Советские войска разгромили Квантунскую армию и захватили в плен сотни тысяч японских военных. Именно тогда выяснилось, на территории Манчжурии действовали центры по разработке биологического оружия. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Среди японских военнопленных наше правительство отыскало тех, кто имел отношение к чудовищным исследованиям. И сразу стало понятно – Америка будет бороться за эти знания, чтобы создать оружие массового поражения. Они и так уже однажды освободили тысячи военных преступников из Японии во время токийского процесса. Поэтому Советский Союз организовал свой суд над отрядом 731. Он получил название «Хабаровский процесс». Выяснилось, что японские вояки, преступники в рамках Квантунской армии создали два подразделения – 731 и 100. Так вот, они, собственно, и готовили нападение на Советский Союз. Ставили опыты над живыми людьми, убивали наших людей, русских, китайцев, корейцев, ну, вообще всех, кто жил в этом регионе. Вот, но это чудовищное преступление. Готовилось несколько ударов по Советскому Союзу. Если бы не наши военные начальники, политическое руководство, а на острие бойцы Красной армии, пол Советского Союза переболело и умерло. Вскоре после Второй мировой Советский Союз, Китай и США создали военный трибунал для суда над японскими военными преступниками. В 1949 году в советском городе Хабаровск был еще один процесс. Вопрос, связанный с бактериологической программой Японии, поднимался еще в ходе токийского процесса, 1946-1948 годов. И так как токийский процесс проводился под, скажем так, плотной опекой американцев, и на тот момент часть материалов генерала Исии, они уже были у американцев, то, соответственно, Америке стало невыгодно как-то эту тему поднимать, хотя Советский Союз неоднократно взывал к организаторам токийского процесса, что необходимо осудить не только японский милитаризм, вот в таком широком, да, проявлении, но и какие-то узкие программы, включая бактериологическую программу. Американцы на это не пошли. В конце концов, когда началась холодная война, СССР на токийском процессе требовали привлечь к ответственности императора Хирохита и главу отряда 731 Сирайси, и для этого проводили расследование произошедшего. Однако американская сторона согласилась пойти на сделку с японскими военными преступниками, чтобы помочь избежать им токийского процесса и сохранить жизнь в обмен на получение информации об исследованиях отряда 731. И благодаря усилиям американского бюро расследований на токийском процессе их не осудили. Это привело к еще одному конфликту Советского Союза с американской стороной. В конце концов, СССР выбрал 12 человек для хабаровского процесса. Этот суд над японскими военными преступлениями транстировался по радио на весь мир. Это был очень важный исторический момент поставить жирную точку. Почему еще вообще сам процесс начался? Потому что в рамках токийского процесса американцы, как известно, выявили за скобки сотни военных преступников. И нам пришлось самим их карать военным трибуналом в Хабаровске. Мы с вами сейчас находимся на улице Шевченко. Поднимаемся от здания нашего музея к окружному Дому офицеров Российской армии. Собственно, к тому месту, где и происходили основные события 25-30 декабря 1949 года. Это было событие достаточно резонансное для Хабаровска. Желающих попасть на этот открытый процесс, процесс имел характер открытого, было очень много. И, конечно, зал не смог вместить всех желающих. Поэтому на улицах по распоряжению руководителя нашего города были выставлены репродукторы. И буквально в прямом эфире, в формате живого времени, жители города могли слышать допросы, рассказ о том, что происходило на тех территориях, которые контролировались отрядом 731. Те факты, которые озвучивались, были столь шокирующие, что многие люди не удерживали, просто падали в обморок. И вообще вся обстановка была достаточно такой, знаете, нервной, что называется, потому что все-таки для обывателя, для человека, который не сталкивался напрямую с боевыми действиями, все-таки город Хабаровск, это был, конечно, центр Дальневосточного фронта, но все-таки по отношению к основным боевым действиям, это был тыл. Для обычных людей все это, конечно, звучало очень страшно. Вообще Россия всегда относилась к военнопленным с уважением. Противники, даже самые кровавые, всегда нами как-то, знаете, щадились. Поэтому мы их нашли в лагерях, этих военных. Они были все, генералы особенно, скажем так, за маскированных простых военных, отмыли, побрили, усадили в доме офицеров в Хабаровске. Дали переводчиков, дали время ознакомиться с материалами. Они все признали. В подробностях изложили. После чего попали в наши советские лагеря. Но уже потом Никита Сергеевич Хрущев, он вообще был очень оригинальной руководитель. Он много кого выпустил, от бандеровцев до японцев. Он там уже дал, так сказать, свободу этим людям. Но главный военный преступник, командир отряда 731 Сирайси, избежал сюда. Почему? Потому что он передал американцам все наработанные материалы по бактериологическому оружию, по сибирской язве и по многим прочим агентам. Тогда этим материалом нашлось применение на американской исследовательской базе Форт Детрик. В штате Мэриленд, что по соседству с Вашингтоном, расположен Форт Детрик. По официальной версии, это научно-исследовательский институт сухопутных войск имени Уолтера Рида. Находится в виде Пентагона, занимается биомедицинскими исследованиями. Ну, так они говорят. Да, действительно, Форт – это один из основных проектов Пентагона. Вот только никаких благих целей у него нет. Именно там в 40-е годы начали разработку смертоносного биологического оружия. Американцы не придумали ничего лучше, чем приютить у себя самых настоящих военных преступников из отряда 731, того самого японского отряда смерти. Фактически, в сентябре 1947 года был утвержден обмен исследовательской информацией между бывшими членами отряда 731 и американской стороной. Главных ученых отряда заставили подробно доложить о своей деятельности и ее плодах и сделать перевод этих докладов на английский. Например, Америку очень интересовала чума, и бывшего члена отряда Такахаси Масахика заставили переводить собственный отчет по исследовательской деятельности в этой области. Вдобавок к медицинским данным по бактериологическому оружию они пытались получить ответ на вопрос о том, может ли такое оружие действительно остановить войну. Но ответа на этот вопрос так и нет. Нам это известно, потому что в конце войны Советский Союз и Соединенные Штаты взяли в плен сотрудников этого отряда. Советский Союз их осудил как военных преступников. А США втайне перевезли к себе, освободили от ответственности за преступления и использовали для того, чтобы начать программу разработки биологического оружия, которая в итоге переросла, собственно, в Фордетри. Американцы вообще с удовольствием эксплуатировали военных преступников что нацистов из Германии, что японцев, этих палачей. И, в общем-то, 731-й отряд квантомской армии, как и сотый секретный отряд, где разрабатывалось биологическое оружие, опытом людьми ставились. Они же сбежали в США и там прекрасно себе работали. Умерли в глубокой старости. Вот нас создавали еще технологии, которые применялись потом американцами и во Вьетнаме, и в Корее. Некоторые американцы считали, что материалы отряда 731 послужат делу национальной безопасности. И ценность использования этих материалов была куда выше привлечения к ответственности военных преступников. К тому же, Сири Си стал научным консультантом в Форд-Этрике. И в этом смысле в Форд-Этрике действительно использовались материалы по бактериологическому оружию, наработанные в отряде 731. Японских ученых, которые проводили исследования в области биологического и химического оружия, экспериментируя на людях, вывезли в Соединенные Штаты и отправили в Форд-Этрик. Эти японские ученые получили соглашение об отказе от судебного преследования. Их переселили в США, не пообещали не судить как военных преступников. То есть, Соединенные Штаты, по сути, отмели, какие бы то ни было ограничения в плане морали, отмели любые этические соображения, которые могли бы стать здесь препятствием или сдерживающим фактором в том, что касается получения такого оружия. Все это было отброшено в сторону в интересах разработки биологического и химического оружия на основе исследований, проводимых немецкими учеными под руководством доктора Менгеле, а также японским отрядом 731 и использования его против Советского Союза в ходе Холодной войны. Для этого США перевезли к себе всех этих ученых весь этот материал и засекретили его в Форд-Этрике. В 1951 году началась Корейская война, и Кореи и США использовали бактериологическое оружие. В то время я был еще ребенком. Мне было 5-6 лет. Но я хорошо помню, что у нас в Китае запустили широкомасштабную кампанию по противодействию бактериологическому оружию США. У нас прошла всеобщая мобилизация. Мы боролись против последствий применения американцами бактериологического оружия. Это я хорошо помню. И потом, уже во времена Вьетнамской войны, США вновь применили данный вид оружия. И поэтому с исторической точки зрения они, несомненно, его использовали. 50 лет назад, 10 апреля 1972 года, одновременно в Москве, Лондоне и Вашингтоне был подписан первый в мировой истории договор, запрещающий разработку, производство и накопление запасов бактериологического оружия. Ее поддержало сразу 155 стран. Тогда мир впервые осознал, что применение любого вида биологического оружия поставит под угрозу само существование человечества. Страны-участницы конвенции обязывались беспрекословно соблюдать ее главные положения. Не разрабатывать, не производить, не приобретать и не сохранять оружие массового уничтожения. Какое-то время так и было. После подписания конвенции в мире не зафиксировали ни одного факта применения биологического оружия. Но те старые запреты, которые были прописаны в документе полвека назад, сегодня бессовестно нарушены. Соединенные Штаты обязались ликвидировать свою программу разработки биологического оружия. И так и поступили. Однако, по-моему, одна из проблем состоит в том, что Америка также занимается обширными исследованиями биологического оружия в оборонных целях. А когда исследуешь смертоносные патогены, нет особого различия между наступательными и оборонительными задачами. Таким образом, Форд Детрик остается мозговым центром США в том, что касается исследований биологических средств ведения войны. Так что для Соединенных Штатов Форд Детрик служил в качестве такого порта прибытия. И он сохраняет свое положение как секретный объект первостепенного значения, который многие напрямую связывают с использованием сибирской язвы. Использованием сибирской язвы в качестве оружия. Позже она была обнаружена в конвертах, отправленных американским политикам, у которых были вопросы по поводу событий 11 сентября. Так что история у Форд Детрика очень вероломная, очень темная, и на нее сейчас начинает проливаться свет. Интерес к Мэрилэнду, я думаю, что есть у всего мира. Абсолютно. Посмотрите, ведь с 43-го года, когда они вагонами буквально вывезли туда все секреты бесчеловечных опытов, которые проводили японцы из Сиэсира, когда они предоставили иммунитет японским преступникам, когда они в Корее принимали самое активное участие в продолжении опытов и агрессивной бактериологической атаке. Понимаете, это когда мы с вами говорим, кто про что, у кого какие истоки и какая логика. У нас такой логики, у нас таких истоков не было и нет. Кстати, очень интересный момент. А в отчетах, которые предоставляет Украина, написано черным по белому, что никаких данных о реализации Советским Союзом на территории Украины разработок бактериологического оружия начиная с 46-го года нет. Обратите на это внимание. Это пишет страна, которая не питает к нам не то что любви, а симпатии, но которая вынуждена объективно констатировать то, что есть. На Пентагон работают более 300 лабораторий в 30 странах. Это уже доказанный факт. Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан. Постсоветское пространство стало отличным полигоном для биологических экспериментов США. Только на Украине несколько десятков секретных лабораторий, где создавали оружие массового поражения. Киев, Одесса, Львов, Харьков. Где еще найдутся следы этих экспериментов? Серия программ, которая находится, которая служит как бы облегчающим компонентом для имплементации и реализации программы США по снижению биологических угроз в различных странах мира. Эти программы называются PREDICT, то есть прогноз, PROTECT, защите, IDENTIFY, выяви. И они проводятся параллельно друг с другом, смотря в зависимости от того, насколько развита санитарно-эпидемиологическая или ветеринарная служба конкретной страны, где эта программа реализуется. На постсоветском пространстве, Юго-Восточной Азии, в Африке и так далее. Все страны, в которых программа по реализации, программа по снижению риска биологических угроз реализовывается, во всех этих странах объекты гражданского назначения превращаются в единицы медико-биологической развитки США. Вот, одним из основных субкомпонентов является работа по перевозке, так скажем, перевозке патогенов, перевозка и транспортировка патогенного материала является основным, так скажем, ядром вот этой всей программы, потому что программа по снижению биологических угроз базируется на сборе патогенов из различных стран, а для этого сбора их нужно безопасно, не вызывая лишнего внимания, в том числе и спецслужб, перевести из точки А в точку Б, а точка Б в конечном итоге оказывается меккой разработки биологического оружия в мире, это Форт Детрик, США. Я думаю, работы в Форт Детрике, то есть вообще на территории Соединенных Штатов, там скорее идут исследования в сфере чистой науки, потому что особо опасные исследования американская сторона выводит за пределы своей территории. Зачем им подвергать риску свое население, своих граждан, своих военных специалистов, если можно проводить особо опасные и грязные, так сказать, работы на территории стран-сателлитов, на территории своих колоний де-факто. Это я имею в виду и страны бывшего Советского Союза, и страны Африки, Азии, ну, умрут там в результате выброса какого-нибудь вируса, какая-нибудь тысяча аборигенов. Ну, американскую сторону это особо не волнует. Да вообще, посмотрите на карту. Россия окружена этими лабораториями. Ну, это же, ну, настолько очевидно. И Америка говорит, не-не-не-не, это же все здесь нормально. Ну, как нормально? Вот у меня целый этот список грантов, которые Пентагон выделяет на содержание и проведение экспериментов лаборатории Лугара. Так, таких лабораторий, возьмите карту России и посмотрите, Украина, Грузия, Армения, та-та-та-та-та-та. Вокруг. Да, есть они и в Африке, потому что они там готовят эксперименты. Ну, это же очевидно. Почему у тебя нету этого в Нью-Йорке, Вашингтоне, да? Почему ты здесь это делаешь, если ты хороший? Да потому что ты у себя запретил, потому что это опасно. А у русских можно под носом, а грузины вообще ничего не скажут, а украинцам дай деньги, они на все пойдут. Вот, вот, вот подход этого гегемона, который таким себя возомнил. Что касается настоящего момента, есть много доказательств, указывающих на то, что США продолжают использовать это оружие. И сейчас у США вблизи границ Китая и России существует порядка 200 лабораторий, где, по-видимому, продолжают испытывать биологическое оружие. Например, в июле 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнаружил неоднократные нарушения протоколов безопасности в биолаборатории Форд-Этрике. При этом в местном доме престарелых уже была вспышка инфляционного респираторного заболевания, которое по симптомам крайне похоже на новую коронавирусную инфекцию, которую мы наблюдаем сейчас. Это один из примеров. В Форд-Этрике также находится спортивная база, на которой проходят тренировки американских военных. В апреле 2019 года в Ухане прошли седьмые всемирные военные игры, в которых участвовали и американские военные спортсмены. И вскоре после их отъезда началась эпидемия новой коронавирусной инфекции, и у людей возникли подозрения. А не американские или военные завезли коронавирус в Ухань, что и привело к такой вспышке заболевания. Конечно, такие лаборатории опасны. Просто они опасны даже потому, что в них обязаны храниться образцы штаммов особо опасных патогенов. Любой вырвавшийся такой штамм на улицу, условно говоря, это угроза для людей, для животного мира, для растительного мира. Насчет того, как они могут быть опасны. Ну, в 2021 году был скандал в Киеве, когда оказалось, что работница одного из таких научно-исследовательских центров украинских похитила на работе пробирки с несколькими особо опасными патогенами. Хранила дома у себя в квартире в холодильнике с целью продажи. Разбилась бы такая пробирка, и вирус бы вырвался на свободу. Да, это был не какой-то новый боевой вирус. Не помню, кажется, или сибирская язва была, или холера, но это могло привести просто к эпидемии, пусть в локальном масштабе. Просто это вот халатность и жажда наживы одного работника. Невыдуманный факт. Что касается нового вируса гепатита, трудно сказать, но глядя на то, как в последние годы мы каждый год практически сталкиваемся с новыми заболеваниями, которые ранее не были наукой известны, можно предположить, что многие из них являются искусственным происхождением, потому что раньше так много новых болезней не появлялось. На Украине американцы используют бывшие советские лаборатории. Они по всему миру существуют, такие лаборатории у любого нормального государства. Это изучают и профилактируют болезни животных, людей, эпидемии, эпизодии и так далее. Так вот, американцы эти лаборатории использовали для создания на их базе биологических лабораторий, то есть там проводятся биологические эксперименты. Это уже не надо спрашивать. Уже вооруженные силы России имеют в руках эти документы. Так вот, в отличие от украинских лабораторий, грузинская лаборатория Лугара создана с нуля и на ее постройку по разным оценкам от 150 до 300 миллионов долларов. Кто выделил Пентагон? Вообще, чтобы вы понимали, Пентагон это такая благотворительная организация, которая ищет государство, кому бы можно помочь, создав на ее территории биологическую лабораторию и желательно третьей степени защиты. Вот то, чем увлеклись американцы сегодня, а увлеклись они этим давно, с 43-го года в Мэриленде, понимаете, нужно быть очень наивными, чтобы предполагать, что даже атакуя какой-то отдельный этнос, можно потом остаться спасенными кому-то еще и защищенными. То есть вы считаете это тотальное уничтожение? На мой взгляд, это массированное уничтожение в таком случае. Я думаю, что миру вообще нужно сильно встревожиться, и Россия делает большое благо сейчас для всех. Вот я нисколько не преувеличиваю. Вы нашли в открытых источниках публикацию в научном журнале канадском Plus One о том, что ученые увлеклись лошадиной оспой. Для понимания, мы считали, что оспу мы победили, и мы так считаем. Обычную, обыкновенную оспу, человеческую. Вирус оспы есть у нас и в Америке. Мы давно им предлагаем полностью уничтожить, чтобы вообще ни у кого не было. Что делают они? Ну, во-первых, сами ученые пишут о том, что, значит, они увлеклись лошадиной оспой. Они по интернету получили образец из Соединенных Штатов. Подумайте, пересылка, значит, самого по себе вируса. Потом они начали работать над его модификацией. Вопрос. И, кстати, сами ученые, другие их осудили. Зачем вы это делаете? А сейчас я читаю информацию о том, что у нас появились заболевшие от оспы обезьян. Не у нас, а в Англии. У нас, я имею в виду, в мире. в мире. Почему миру надо сильно встревожиться? Вы знаете, когда вот чем больше изучаешь этой информации и когда ты понимаешь, что есть вот эта история, то у меня возникает еще другой вопрос. А зачем фармацевтической компанией было финансировать эти исследования? То, о чем говорит Россия сегодня, это не про нас только. Это вообще про всех. Это про равную неделимую безопасность. Понимаете, всегда лучше действовать, когда еще есть шансы времени. Вот пока у мира есть шансы времени. Освобожденный Мариуполь. Здесь тоже были лаборатории. Конечно, украинские ученые попытались замести следы, вот только не успели. Россия провела расследование на двух объектах, где занимались изучением возбудителей холеры и сибирской язвы. Они идеально подходят для оружия массового поражения, чтобы укрепить безопасность нашей страны и спасти весь мир от угрозы распространения биологического оружия, была создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биологических лабораторий Пентагона на Украине. Почему вы вообще решили заняться этой темой? Я бы сказала, мы приняли общее решение о том, что необходимо в экстренном порядке заняться этой темой. Потому что как только появилась информация благодаря спецоперации, которую проводит наше Министерство обороны по спасению жителей ДНР и ЛНР о том, что находят в лабораториях, о них-то в принципе знали давно, но скорее стало более понятным про что они, потому что мы получили документы, которые свидетельствовали о том, что это объекты не гражданские, а объекты, финансируемые Министерством обороны Соединенных Штатов. Наверное, не нужно быть юристом, политиком, достаточно быть логическим мыслячим человеком, чтобы задать себе вопрос, почему на территории другого суверенного государства Пентагон создает лабораторию. Под какие такие цели и задачи, если гуманитарного сотрудничества при этом нет? И, естественно, это вопрос безопасности для нашей страны. Что выяснилось или выясняется сейчас в процессе работы? Вот вы сказали, мы, когда обнаружили эти лаборатории, открылось довольно много нового и интересного. Вот что это новое и интересное? Мы получили документы, которые, первое, подтверждают наличие соглашения между Министерством обороны США и Украиной. Но что важно, в этом соглашении Украина полностью утрачивает свой суверенитет и предоставляет полный иммунитет Соединенным Штатам, освобождающих от любой ответственности. Вопрос, какое гуманитарное сотрудничество реализуется на территории другого государства, если вам нужен иммунитет, освобождающий вас от ответственности? Если вы приехали спасать жизни людей, если вы хотите разработать чудо-вакцину, если вы хотите помочь детям и женщинам, вам не нужен иммунитет, освобождающий от уголовной ответственности за злодеяние. Такой иммунитет нужен только тем, кто приезжает для совершения этих злодеяний. Битва за Мариуполь проливает свет не только на батальон АЗОВ, украинских фанатиков правого толка и наемников, прибывших из других стран, в частности, из США и Великобритании. Но и на центральную структуру, которая могла контролировать разработку биологического и химического оружия, а также других оружейных технологий ввиду непосредственной близости к России. Верными признаками подобной работы является огромное число иностранных офицеров из Франции и США, которых там обнаружили, а также весьма углубленное и давнее присутствие США, их военного контингента, их военная морская деятельность в том районе, данные о перевозках морским транспортом и другими способами, а также технология радиолокационного сканирования помогут раскрыть целый лабиринт туннелей и подземных помещений, которые, несомненно, пытаются замаскировать, уничтожить или утаить, поскольку, опять же, все это подтвердит то, о чем уже рассказала российская сторона, а именно, обнаруженные в Мариуполе оружейные технологии, которые яростно и фанатично оберегались. Это, вне всяких разумных сомнений, докажет, что США были причастны к нарушению Всемирной конвенции о биологическом оружии и основательно намеревались применить эти патогены для инфицирования русских, славянских людей, живущих у окраин России. Биолаборатория очень хорошо вписывается в эту карту военных действий на Украине со стороны Соединенных Штатов. Вообще, полагаю, что биолаборатория это уже объекты НАТО на территории Украины. Да, ну, вообще по периметру границ все, что связано с Россией, ведь Америка еще в 17-м году нас объявила фактически уже своим врагом. Совершенно очевидно, что в такой опасной логике, в которой живет элита Соединенных Штатов, создание военных объектов на границах с нами, границах, которые фактически являются той зоной контроля и отсечения наших и чьих-то интересов, это не праздное любопытство. И это вопрос связанный с тем, что НАТО там еще нет, но объекты НАТО уже есть. Ну, основная масса людей, конечно, не понимает, насколько верное решение принял президент Владимир Владимирович Путин, отдав приказ о проведении специальной военной операции. Мы же сейчас видим и захваченные дроны с емкостями, и там непонятно, что должно было быть. Ну, явно не духи они собирались распылять над нашими городами, а, видимо, какую-то заразу, возможно, даже генетически направленную против русских людей. 9 марта текущего года на территории Херсонской области вооруженные силы Российской Федерации обнаружили три беспилотных летательных аппарата, о чем мы говорили. Они были оснащены емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля текущего года нашли еще 10 таких же приспособлений в районе населенного пункта Каховка. При этом ранее российская сторона демонстрировала документы, которые свидетельствуют о попытках Украины получить у компании-производителя Барактар оснащенные распылительным оборудованием беспилотники. Мы тоже об этом говорили, задавались вопросом, а зачем они им? Беспилотники могут использовать практически любое оружие, достаточно большой беспилотник может использовать и ядерное оружие. Многие оснащаются ракетами со взрывчаткой, и многие способны применять аэрозоли как с химическими, так и с биологическими средствами. Беспилотники весьма многофункциональные системы вооружений, и если какая-то страна решила, что она хочет использовать биологическое оружие с их помощью, это вполне возможно. США здесь, по сути, ставят под угрозу здоровье и, собственно, саму судьбу человечества, открывая ящик Пандоры в сфере биологического и химического оружия в глупой попытке создать такие боевые средства, которые целенаправленно действовали бы именно на славянский, русский ДНК. Поразительно, конечно, что в Конгрессе США, а также в военном и медицинском истеблишменте сидят такие дебилы, которые ходят на секунду, могут подумать, что Россия просто примет это как нечто неизбежное и не будет ничего предпринимать, чтобы себя защитить. Так что я думаю, то, что мы увидели в ходе спецоперации России, явно подтверждает, что она воспринимает лаборатории по разработке биологического оружия, которые были обнаружены на Украине, как экзистенциальную угрозу. При этом надо отметить, что у России, на мой взгляд, совершенно разумная стратегия, которая в конечном итоге непременно позволит взять вверх. Комиссия Федерального Собрания, чем конкретно она должна заниматься и чем конкретно она занимается? Комиссия работает прежде всего над сбором документов, их анализом, сопоставлением. И помимо того, что мы очень детально изучаем документы, которые предоставляет Министерство обороны, мы смогли сами оказать помощь Министерству обороны в части получения исследования доказательств самостоятельно. Ну, о чем, например, речь? Например, мы проводили выездные встречи на территории Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона. Факт биотерроризма, имевший место в Луганске в отношении детей, был установлен нами, когда были фальшивые денежные купюры разбросаны на территории школы, которые были поражены живым штаммом азиатского туберкулеза, очень высоким по уровню агрессивности. Похожие варианты уже были в истории. 20 лет назад, в 2001 году, в Соединенных Штатах прошлась просто волна заражений, когда людям посылали письма, в которых в конвертах были споры сибирской язвы. Правоохранительные органы Соединенных Штатов, в частности, ФБР, проводили достаточно серьезное расследование именно биологического терроризма, связанного с распространением особо опасных патогенов посредством почтовых отправлений. в числе подозреваемых был как раз ученый, который работал одно время в Форд-Детрике. Поэтому механизм такой вот распространения заболеваний через бумагу, через письма, через почтовые отправления или денежные средства, через купюры, он давным-давно отработан. Ну, человеческая фантазия, она безгранична, можно сказать. Сейчас можно, допустим, заражать питьевую воду тоже, используя, например, каких-нибудь работников городского водоканала, городской системы водоочистки, запустить этот штамп в систему городской водоснабжения. И все, и город практически будет парализован, если не уничтожен. Отдельные страны исторически применяли методы заражения, методы ведения биологической войны путем заражения воды. В частности, я могу вам привести пример такой страны. Это Турция, которая при осаде крепостей всегда ожидала наступления лета, после чего, если вокруг крепостей были рвы и так далее, они просто отравляли воду, забрасывая ее нечистотами, трупами животных и так далее. Это тоже метод. Но я думаю, что в случае с бутилированной водой врагу нужно будет немножко более конкретно поработать при слабом контроле на предприятии. Возможно, все, я ничего не исключаю. Вот служба в спецслужбах мне дала большой опыт анализа, сопоставления фактов и умение делать выводы. И, безусловно, безусловно, надо быть очень внимательным и к Эвиан, и ко всему, что со стороны приходит в Россию. Вот этот объединенный Запад, коллективный Запад во главе США, они способны на использование такого. Что должно стать итогом работы вашей комиссии? В соответствии с законом комиссия формирует досье и доклад. Этот доклад представляется президентом Российской Федерации, представляется в правительство. Ну, мы заинтересованы в том, чтобы наш доклад был известен всем гражданам России, был известен мировому сообществу, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что наша задача действовать абсолютно открыто. И наша задача, предлагая безопасность, действовать в логике того, что мы эту безопасность рассматриваем как равную для всех и неделимую. На самом деле, только в этом может быть будущее всего мира. Все сценарии, все попытки, все навязывания, которые сегодня есть со стороны Соединенных Штатов через блок НАТО, через особые полномочия и особые компетенции, которые будут привилегией одного какого-то государства по вершению судеб других стран, это опасный сценарий. Это путь в никуда. Поэтому то, что делает сегодня Россия, это исключительно, я думаю, в истории, как всегда, а потом даются оценки. В историческом прочтении, в историческом масштабе это очень важный вклад в обеспечение мира и безопасности. При мысли обо всех этих обугленных зданиях, разрушенных домах, об этих несчастных людях, которые стали мишенью, потому что они русские, при мысли о том, что США финансировали этих фанатиков на Украине, финансировали их деятельность, связанную с биологическим и химическим оружием в бесчисленных лабораториях по всей стране. При мысли о той выгребной яме коррупции, которую американские власти создали на Украине, при мысли обо всех этих несчастных пострадавших людях, единственное, что мне приходит на ум и что мне хотелось бы им сказать, мне жаль. Мне жаль, что США это с вами сделали. Мне жаль, что правительство, которое претендует на роль светоча демократии и защиты прав человека, повело себя таким лицемерным и ужасным образом. Но знайте, что Бог, и как сказано в Писании, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Справедливость восторжествует. Сегодня же мы видим, украинцы что делают. Но это же преступники военные. У них есть дроны, у них есть специальные емкости, аэрозоли, совершенно другой уже уровень науки, такой, знаете, античеловеческой. Поэтому это все из Японии, все из лаборатории 731-го отряда Квантунской армии произрастает. И так сдобрено долларами американцами, американской военщиной, совершенно человеконенавистнический устремление политического руководства США, мы видим, везде торчат уши американцев, в том числе на Украине. Вот это неуемное стремление к главенству над всем миром США несет большие угрозы всему миру. Большие. И одна из них это вот эти белые лаборатории. И американская общественность, по всей видимости, вполне удовлетворена тем, что ей скармливают ложь, обман и недостоверную информацию об Украине и России, при условии, что это будет их развлекать. И это будет их развлекать, пока им рассказывают про борьбу добра со злом, где добро это США, а зло Россия. Действия Соединенных Штатов Америки, связанные с разработкой биологического оружия генно-избирательного типа, иначе как фашизмом не назовешь. Потому что речь идет об уничтожении конкретных наций, народов, конкретной расы, может быть. Я не удивлюсь, если там очередные вспышки будут, например, среди чернокожего населения Соединенных Штатов Америки, которые, может быть, не устраивают каких-то руководителей Соединенных Штатов, или же, например, в Индии, которая тоже сейчас прорывается в лидеры мирового уровня. Поэтому иначе как фашизмом это не назовешь. Когда уничтожаются по... мирового уровня, и это национальный позор и предательство, когда мы поддерживаем, финансируем и вооружаем нацистов, чтобы они совершали такие же военные преступления, такой же геноцид, против которых мы боролись, проливая американскую кровь в 1940-45-х годах. Это абсолютное осквернение их памяти, это предательство, и мне противно от мысли, что правительство США не просто воздерживается на этом голосовании против нацизма, но теперь еще и поддерживает таких же нацистов и такой же геноцид, против которых мы боролись во Второй мировой. Сегодня США представляют смертельную угрозу не только для России, но и для всего мира. Нас действительно хотят убить. Последствия экспериментов Америки в сфере биологического оружия могут оказаться чудовищными. Вот для нас с вами, для меня, вот его, наших бабушек, детей, отцов. И только Россия стоит сейчас на защите мира. Но мы сдюжим. Мы сделаем так, что каждый нацист ответит за содеянным и отправится в ад прямиком к своему кумиру Гитлеру. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.